Всем привет, с вами InformTV. Широкую узнаваемость актрисе Алле Клюке принесла трансляция сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», сценарий которого был написан по книге Дарьи Донцовой. Артистка родилась в белорусской столице, при этом мама и папа девочки были глухими. Алла, как и ее две сестры, были здоровы. После получения школьного образования девушка решает поступать в Щепкинское училище и переезжает в Москву. Родители ее тогда всячески поддержали. Первую роль в кино начинающая артистка исполнила еще будучи студенткой. Она снялась в главной роли в картине «Тело». А после была стажировка в американской театральной школе. Она дала хорошую практику английского языка и новую роль. На этот раз она снялась в российско-американском проекте «Ноктюрн Шопена». А работа над фильмом «Серп и молот» принесла девушке двойной успех. Мало того, что за роль в ленте она была награждена премией «Зеленое яблоко», так еще и во время съемок познакомилась с будущим супругом. Ее мужем стал специалист по компьютерным технологиям, американец Кенни Шеффер. Он был на 20 лет старше, но это не помешало паре влюбиться. Алла после замужества перебралась в Америку, а спустя время у супругов родился сын Кибо. Первое время семейная жизнь была гладкой и безоблачной. Но постепенно чрезмерная любовь жены к искусству стала напрягать Кенни. Его жена продолжала активно сниматься в кино, часто выступала в театре и даже вошла в состав Американской гильдии актеров. Это очень высокое достижение. Вскоре супруги поняли, что имеют различные жизненные ценности. Да и разница в возрасте сказывалась. Очередной работой Аллы становятся американские сериалы «Закон и порядок», а также «Клан Сопрано». Но на них актриса не остановилась. Она регулярно снимается и в российских фильмах. Это приводило к частым перелетам и отсутствию дома. Новый виток в жизни Аллы принес 2003 год. Именно тогда началась работа над сериалом про Евлампию Романову. Постановщиком этого проекта был Владимир Морозов. Между ними вспыхнули теплые чувства. Именно это и поставило точку в отношениях с Кенни. Алла развелась и вышла замуж за Морозова. В этом же году появился на свет ее младший сын Ваня. Через время супруги с детьми уезжают в Америку. Известно, что в 2015-м рожеволосая артистка снялась в американском сериале «Тайны Лауры». А в 2017 году ее фильмографию пополнил сериал «Американцы». Вот и все. Новых картин с участием Аллы больше не было. Мало того, ничего не известно и о жизни актрисы. По неподтвержденным данным известно, что сейчас она снова вместе с первым мужем. Но опять же это недостоверно. 18 февраля года Алле исполнилось 51. Поклонники надеются, что в ближайшем будущем они смогут увидеть ее в новых ролях. И мы тоже надеемся. Если вы помните эту очаровательную актрису, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!